Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами приготовим вот такие замечательные сырники с кокосовой стружкой. Очень вкусное, легкое блюдо, которое можно подать как на завтрак, так и на ужин. Достаточно диетическое, ну и очень-очень вкусное и аппетитное. Все, сейчас я попробую, покажу вам, какие они внутри. Они еще у меня горячие. Подаю я их сегодня с медом. Можно подать с любым топпингом. Очень воздушные. Они замечательные. Все, пойдем готовить. Для наших сырников нам, естественно, понадобится в первую очередь творог. Творог должен быть не очень мокрый, желательно даже взять сухой. Если он у вас с крупинками, то разотлите его хорошо или пробейте блендером. Растерли или пробили блендером творог, добавляем туда яйца. И также блендером я все смешаю. Все хорошо перемешали. Теперь будем добавлять туда сахар. Сахар можно добавлять чуть больше, чуть меньше. Но учтите, если вы много очень сыпите сахара, то ваш творог станет жиже. Поэтому сильно не переусердствуйте. Туда же мы добавим немного ванильного сахара. Ванильный сахар тоже кладите по своему вкусу. Все хорошо перемешиваем. Добавим туда разрыхлитель. Разрыхлитель я беру где-то пол чайной ложки. Теперь добавим туда немного крахмала. Я возьму где-то около столовой ложки с горочкой небольшой. Также я добавлю муки. Где-то полторы столовые ложки. И также добавляю туда кокосовую стружку. И хорошенечко замешиваем наше тесто. Да, я забыла. Немножко обязательно нужно подсолить. Так как соль является улучшителем вкуса. Все перемешиваем. У нас должно получиться довольно-таки плотное. Такое хорошо лепящееся тесто. Все перемешиваем. Замесили наше творожное тесто. Вот такое оно примерно у нас получается. Довольно-таки крутое. Сильной мукой не забивайте. Чем суше у вас будет творог, тем лучше. Поэтому делаем тесто. Теперь подготавливаем панировку. Панировать мы сегодня будем в кокосовой стружке. И также подготавливаем противень. Противень я сегодня застилаю пергаментной бумагой. И будем выпекать в духовке. Духовку я также уже включила. Включила на 180 градусов. И будем теперь делать наши творожные сырнички. Так, я взяла немного растительного масла. Я буду смазывать слегка руки, чтобы было бы легче лепить. Чтобы наше тесто не прилипало к рукам. Берем небольшой комочек теста. Где-то грамм может быть 60-70. Это уже на ваше усмотрение. Делаем вот такую небольшую лепешечку. Обваливаем в стружке. И выкладываем на противень. Так делаем все сырники. Сформировали сырники. И у нас духовка разогрелась. Ставим в духовку, как я говорила, на 180 градусов. Где-то на минут 40. Или следите за своей духовкой уже сами. Они должны, сырники так, немного зазолотиться. И стать красивыми. И очень аппетитными. Все, ставим в духовку. У меня прошло 40 минут. Мои сырники готовы. Сегодня я буду подавать их с медом. Моей семье нравятся сладкие. Вы можете подать с любым вашим любимым топпингом. С вареньем, с джемом, даже со сметаной. Или просто посыпать сахарной пудрой. И кушать их так. Они очень-очень нежные. Очень мягкие. И очень вкусные. Всего приятного аппетита. И до свидания.